Новости в эфире. В студии работает Алмаз Ашим. Здравствуйте. И перечислю темы, о которых пойдет речь. Нам грозит новая эпидемия. На этот раз цифрового аутизма. Ученые говорят, в группе риска дети. Основные симптомы – медленное развитие речи, рассеянность и хроническая депрессия. Есть ли вакцина от этого? Вместо специализированной охраны – пенсионеры. Эксперты объяснили, почему за безопасность в казахстанских школах отвечают пошилые вакцеры. Есть ли решение? В турецкой провинции Антакия спасли мужчину, который пролежал под завалами 228 часов. Число жертв в стране уже свыше 35 тысяч. В Казахстане заявили о проблеме цифрового аутизма. По словам специалистов, длительное использование смартфонов детьми замедляет развитие речи. У ребенка также затрудняется самостоятельное мышление. Внимание к окружающей реальности. Формируется цветовая и тактильная зависимость. Как избежать этого и как вернуть интерес к реальности. Об этом Индира Ахат. Нарушение памяти, зрения и речи все чаще диагностируют у детей. Причина – заявляют врачи в гаджетах. Долгое время провождения за смартфоном вызывает у ребенка симптомы, схожие с аутизмом. Айгиря Мамышева знает об этом не понаслышке. Цифровая зависимость была у ее двухлетней дочери. На телефон она подсела незаметно. Общение неинтересно, новые игрушки не радуют. Как итог – задержка речевого развития и астигматизм. Я заметила, что мой ребенок начал поздно развиваться. Развитие речи, торможение пошло. После этого я решила ограничить этих гаджетов. Вначале были истерики. Потом уже сейчас она привыкла. Был такой момент в жизни. С утра просыпалась с телефоном, вечером спала с телефоном. Это все влияет на психику ребенка. Плюс еще зрение. Вместо того, чтобы ставить родителя на первое место, ребенок начал ставить своих гаджетов. Цифровой аутизм сегодня уже на уровне эпидемии, говорят специалисты. Но важно понимать, что все зависит от потребляемого контента. Если ребенок решает сложные логические задачи, то это только стимулирует его мозговую деятельность. Видео бессмыслового содержания вызывает обратный эффект. Фильтром тут выступает родитель. Раньше я тоже сильно нервничала, когда у меня отбирали какой-либо гаджет, например, планшет. Потому что я очень хотела докончить то, что я начинала в игре. И для меня это было очень важно. Но в какой-то момент я поняла, что жизнь-то продолжается. И нельзя постоянно выйти где-то в закрытом месте. Конечно, это все делается руками родителей для собственного комфорта и удобства. Но действительно, потом они сталкиваются с другой проблемой. Как теперь отнять этого ребенка? И здесь зачастую возникает очень большая проблема. Для полноценного развития ребенок должен проживать свое детство. По словам педагогов, только взаимодействие со сверстниками и взрослыми, общение и игры, увлечение в реальном мире. Развивают и укрепляют нейронные структуры мозга. Заменять время, которое они проводят с телефоном, на какую-то деятельность, которая была бы интересна ребенку. То есть мы обязаны что-то предложить детям интересного по выбору детей. Тогда, я думаю, что потихоньку, заменяя то время, которое они проводят за гаджетами, на деятельность полезную, потихоньку мы оторвем их от такого вредного воздействия. Кибермания растет в геометрической прогрессии. Сегодня официально диагноза цифровой. Аутизм нет. Но факт, что гаджеты вызывают зависимость, практически неоспорим. Напомню, ранее парламентарии страны предложили правительству принять меры, которые позволили бы начать работу на предупреждение проблемы. Индира, Хатер, Стамбек, Успанов, Хабар, 24. Синдромы, схожие с аутизмом, выявляют у детей, которые проводят более 4 часов у экранов смартфонов. К такому выводу пришел румынский психолог Мариус Замфир. Болезнь получила неофициальное название цифровой аутизм. Его французские коллеги поразили другим покрытием, открытием, извините. Они обнаружили, что симптомы аутизма у некоторых детей полностью исчезли через месяц после отказа от гаджетов. Американская академия педиатрии рекомендует детей в возрасте до 2 лет и вовсе не подпускать гаджетом, а детям постарше ограничиваться двумя часами в день. Российский психотерапевт Андрей Курпатов утверждает, что цифровой аутизм возникает, когда виртуальная реальность становится значимее и важнее настоящей жизни. Как итог, люди впадают в депрессию, перестают ценить живое общение, из-за чего мир может стоять на пороге эпидемии цифрового аутизма. В заключении экспертов сводится к тому, что технологии не способны заменить ребенку реальное взаимодействие с внешним миром. Почти 3,5 миллиарда тенге для жителей Восточного Казахстана выделит Фонд медицинского страхования. Деньги пойдут на финансирование скринингов и медосмотров, в том числе среди детей. До 5 лет это аудиологические скрининги после проверки здоровья школьников. А среди взрослых профилактика рака, сахарного диабета, глаукомы и болезни системы кровообращения. Специалисты говорят, такой подход уже обеспечил раннюю выявляемость этих заболеваний и сократил смертность от онкологии на 7% и на 18% от инфарктов и гипертонии. В области работает 7 передвижных медкомплексов. Выезжают уже непосредственно сельские местности. Там с учетом климата, дороги, например, уже начиная с весны до поздней осени проводим эту работу. Сейчас у нас как раз именно профилактическая осмотра именно сельского населения. Как раз у нас проводится почти 600 миллионов средств было выделено. То есть она двухэтапная. Около 30 тысяч жителей области Улытау не состоят на учете в системе обязательного социального медстрахования. Большинство из них работают в частных предприятиях и по гражданско-правовым договорам. Из-за несвоевременных страховых платежей более 7 тысяч работников лишились бесплатной медпомощи. Поэтому в областном филиале страхового фонда создали штаб по защите прав граждан. В настоящее время Департамент доходов контролирует камеры в пределах своей юрисдикции, чтобы обеспечить своевременные платежи и другие юридические требования. Тем временем региональное отделение нашего фонда социального страхования проводит информационно-разъяснительную работу. 80 тысяч тенге в среднем зарабатывают сотрудники охраны в образовательных учреждениях. Низкую зарплату эксперты называют главной причиной отсутствия в казахстанских школах лицензированной охраны, способные предотвратить нападение или обезвредить злоумышленника. Сейчас, как правило, на входе здания дежурят люди пожилого возраста, пенсионеры. И при этом, по данным Ассоциации охранных организаций, дефицита квалифицированных кадров нет. По республике насчитывается штат в 100 тысяч человек. И если бы вот эти кадры были бы уже в школьном заложенном бюджете, тогда бы попечительский совет вместе с администрацией школы могли бы выбирать. Если бы за права нарушения могли бы увольнять. И опять же, они бы могли назначать зарплату этим людям достойную. Как бы мы бюджет не поднимали, допустим, каждый год, зарплата у них остается на прежнем уровне. Сколько эти пенсионеры? Больше 80 тысяч они не получают. Ну, может быть, где-то 100 тысяч. Я всегда на всех эфирах говорю, хорошая охрана, дешевого не бывает. Вот, говорите, пенсионеры, бабушки, дедушки сидят. А почему? Потому что, когда проводятся тендеры, выигрывают по наименьшей цене. Кто меньшую цену предложил. Кто меньшую цену предложил, соответственно, у него объем договорных услуг, оплаты за договорные услуги будут ниже. И как он будет платить хорошую зарплату? Поэтому на маленькую зарплату идут дедушки, бабушки на подработку. Сейчас информация оперативная с дорог нашей столицы. Напомню, мы предоставляем это в режиме реального времени. Давайте посмотрим состояние. Редактор субтитров А.Семкин Примерно 700 километров дорог отремонтируют в этом году в Жамбылской области. Их охватят средним ремонтом. Большая часть дорог приходится на сельскую местность. Запланированные работы начнут с наступлением тепла. По данным специалистов, на ремонт выделили более 22 миллиардов тенге. Часть денег направят из республиканского бюджета. Всего же в сфере дорожного строительства намерены реализовать около 400 проектов. Чтобы избежать дефицита битума, который необходим при подобного рода работах, местные власти начали запасаться им ранее. Для строительства дорожного полотна понадобится почти 120 тысяч тонн данного материала. Потребность на реализуемые, планируемые дороги, то есть проекты, у нас 24 тысяч тонн. Крупными компаниями, подрядными организациями, у которых есть битумо-хранилище, заготовлено 7 тысяч тонн битума. Эту работу будем продолжать, чтобы именно в строительный сезон не было дефицита битума. Насчет контроля качества, у нас есть Центр качества дорожных активов, заключает договор именно с РГП на ПХВ, Центром качества. И они контролируют именно применяемые материалы и качество выполненных работ. На востоке Казахстана прокуроры вернули в госсобственность около 37 тысяч гектаров земли, всего 533 участка. Это три прибережные территории на Бухтарминском водохранилище и четыре участка в Усть-Каменогорске. Примечательный факт, что общая стоимость этих участков около 5 миллиардов тенге, тогда как остальные 526 участков оценили примерно в 700 миллионов. Более 10 лет эти земли пустовали, теперь переданы государству. Сейчас в регионе ведут активную работу по выявлению неиспользуемых, либо выданных с нарушениями земельных наделов. Продолжим выпуск. Предстоящие выборы в парламент Казахстана обсудили в Париже. Политикам и следователям посол Казахстана во Франции рассказала о нововведениях грядущего формирования Мажелиса и Маслихатов. Политические деловые круги Франции наша страна интересует как стратегический партнер, единственный в регионе Центральной Азии, а потому к демократическому процессу приковано особое внимание. Среди изменений, которые получили наивысшую оценку местных экспертов, упрощение процедур регистрации, вхождение в Мажелис для политических партий, смешанная избирательная система, введение 30-процентной квоты и рекордное число кандидатов. Французских экспертов наш дипломат пригласила к наблюдению за выборным процессом. Голосование пройдет как внутри страны, так и за пределами. Избирательный участок для проживающих во Франции казахстанцев откроют в Париже. Это очень интересно, особенно в сравнении с происходящим в других странах. Этот демократический кризис мне показался фундаментальным. Демократия – это базовый элемент социального и экономического развития. То, что я услышал про выборы, мне кажется чрезвычайно позитивным. Возможности для партий, смешанные выборы, индивидуальное выдвижение кандидатов – все это, мне кажется, очень интересным. Буду с нетерпением ждать результатов ваших выборов. Будучи представителем молодежи, я думаю, что очень важным преимуществом станет вовлечение молодого поколения в эти вопросы. И большая открытость для партий, упрощение регистрации и доступа для них – очень хороший шаг. Отличное послание демократического продвижения. Надеюсь, оно продолжится в поступательной манере. Мы очень счастливы узнать, что Казахстан еще раз проводит демократические выборы. Для французов, которые чрезвычайно привязаны к избирательной демократии, выбору народа своих представителей, я думаю, Казахстан входит в демократическую систему. Можно только поздравить и приободрить казахстанцев к активному участию в голосовании, как это было на последних парламентских выборах с явкой выше 70%, что является хорошим показателем. В Турции продолжаются поисковые работы. В провинции Антакия спасли мужчину. Он под завалами пролежал 228 часов. Его госпитализировали. Между тем, число жертв в стране превышает 35 тысяч человек. В Сирии – более 8,5 тысяч. Ситуацию в обеих странах осложняет похолодание в регионе. Миллион людей остались без крова. ООН и другие международные организации поставляют гуманитарную помощь. В столице Германии почтили память жертв землетрясения в Турции – Сирии. Несколько тысяч человек собрались в центре города около главной достопримечательности – Бранденбургских ворот. Выразить свою солидарность пришли как немцы, так и представители турецкой и сирийской общин. Церемония началась с минуты молчания. После с трибуны выступили политики, дипломаты, также представители духовенства. Отмечу, жители Германии с первых дней разрушительного землетрясения начали сбор гуманитарной помощи. В разных уголках страны открыты пункты, куда приносят теплые вещи, медикаменты, средства гигиены и продукты. Когда случилось землетрясение, я была у подруги. Мы увидели эти ужасные кадры по телевизору. Мы были подавлены. Эта катастрофа принесла столько разрушений и страданий. На следующий день огромное количество людей начало приносить помощь в пункты приема. Наша семья тоже сделала денежное пожертвование. Я считаю, мы должны помогать друг другу, особенно сейчас. В такие сложные времена мы должны быть все вместе, независимо от национальности и религии. Мы собрались, чтобы выразить свою солидарность с Турцией и Сирией. Эта ужасная катастрофа унесла много жизней. Мой дядя во время землетрясения находился в Газиантепе. К счастью, он жив. Но он рассказывает, что множество домов разрушены, люди остались без крыши над головой. У них теперь ничего нет. Поэтому мы пытаемся собрать для них гуманитарную помощь. Каждый день на грузовиках она отправляется из Германии в Турцию. В Таджикистане произошел сход лавин. Жертвами стихии стали 10 человек, среди них двое детей. Об этом местные власти сообщают. В городе Хорроге под снежной лавиной оказались несколько домов. Еще об одном погибшем стало известно. В Анжском районе погиб также водитель авто на одной из трасс. Точное количество жертв пострадавших уточняется. Спасатели продолжают вести поиски. Тратить не менее 2% от ВВП на оборону призвал стран-участницы генеральный секретарь НАТО. Йенс Толтенберг уточняет. Расходы растут из-за возможных угроз извне и нестабильной геополитической ситуации. Напомню, члены Альянса договорились постепенно увеличивать военные затраты, чтобы достичь показателя в 2% к 2024 году. По разным оценкам, 10 стран близки к цели превышают ее, 13 государств тратят примерно 1,5%. В НАТО также заявили, что намерены помогать Украине столько, сколько потребуется, но отправлять своим истребителям блок пока не будет. Мы видим, что расходуется очень много боеприпасов. Эту проблему мы начали решать с прошлого года. Проводилось множество встреч. Теперь видно, что мы движемся в правильном направлении. Да, США, Франция и другие наши союзники подписали контракты. Таким образом, объемы производства наращиваются. Евросоюз вводит десятый пакет антироссийских санкций. Об этом на пленарном заседании сессии Европарламента в Страсбурге заявила Урсула фон дер Лайн. Ожидается, что новые ограничения одобрят уже на следующей неделе. В санкционном списке еще четыре российских банка. Впервые в него намерены включить и семь иранских организаций. Среди персоналей журналисты и военные. Под запретом вывоза из ЕС в Россию могут оказаться компоненты для электроники, детали для реактивных двигателей, радиоприемники, и тяжелая транспортная техника, и также тепловизоры. Мы говорим о пакете на 11 миллиардов евро. Мы предлагаем ограничения на некоторые двухцелевые электронные компоненты, используемые в российских вооруженных системах, таких как беспилотники, ракеты и вертолеты. Впервые мы также предлагаем ввести санкции против иранских экономических операторов, в том числе связанных с деятельностью Корпуса Исламских Стражей Революции. Десятки студентов собрались рядом с Капитолием в американском штате Мичиган. Молодые люди протестуют против насилия и требуют обеспечить безопасность. Причиной стала стрельба, которая произошла накануне в одном из кампусов университета. Тогда погибли три человека и несколько были ранены. Все жертвы были студентами. Отмечу, подобный инцидент в школах и университетах частое явление. По мнению экспертов, это в том числе связано с либеральными законами о ношении оружия в этой стране. У берегов Ливии затонула лодка с мигрантами. По меньшей мере 73 человека числятся без вести пропавшими. Предположительно, они погибли. Так сообщает Международная организация по миграции. На данный момент ливийский красный полумесяц и местная полиция извлекли 11 тел. Семь человек выжили после крушения и добрались до берега. Все госпитализированы в тяжелом состоянии. Продолжим выпуск. Растущая популяция кенгуру угрожает фермерам Австралии. Популяция травоядных за последнее время выросла с 27 до 50 миллионов. Уровень вреда, который наносит сумчатые, удивил специалистов. Зоологи выяснили, что пасущиеся кенгуру более интенсивно, чем кролики, уничтожают самые разные растения. Это может повлечь за собой исчезновение некоторых видов птиц, эрозию почвы, опустынивание заповедных территорий. Чтобы решить проблему, охотники отстреливают до 50 особей за ночь. Но многие австралийцы выступают против таких мер. Для них кенгуру остается символом страны и континента. Речной рыбе в западном Казахстане помогают пережить зиму. На 200 водоемах региона начались антизаморные мероприятия. По словам специалистов в феврале, водным обитателям приходится особенно тяжело. Чтобы спасти речных обитателей от кислородного голодания, рыбинспекторы прорубили уже десятки тысяч лунок. К экологической акции присоединились также волонтеры и любители зимнего лова. Канат Кульмухан бурит лунки не для улова, а для спасения. Уверен, если прийти на помощь сейчас, многие водные обитатели под толстым слоем льда погибнут. Здесь обитают разные виды рыб. Это щука, чихонь, линь, лещ. Мы тоже оказываем помощь в спасении рыбы. После таких мероприятий весной шансов на хороший улов будет значительно больше. На помощь пришла и сельская молодежь. Например, на реке Шидирте прорубили сотню лунок. На бурение одной уходит не больше пяти минут. Но это только часть работы. Для каждой нужно еще соорудить так называемый дыхательный аппарат из камыша. Мы вместе с молодежью проводим такие экологические акции. В нашем районе есть еще три реки. Толщина льда в них достигает одного метра и больше. Это очень опасно для рыбы. Хотелось бы, чтобы нашу акцию поддержала молодежь других районов области. Борьба за мором ведется в двухстах водоемах региона. Рыбоинспекторами пробурено около 60 тысяч лунок. Опасения вызывают неглубокие реки и озера. Есть риски промерзания. В области 192 водоема находятся под особым контролем. Аэрация водоемов продлится до середины марта. Альбина Кумаргалева, Канат Махмутов, Эльдар Аюпов, Хабар-24, Западная Казахстанская область. Продолжим выпуск имущества. С рыночной стоимостью в полмиллиарда деньгев доход государства вернули после пресечения деятельности трех предприятий лже-банкротов в Восточно-Казахстанской области. О резонансных финансовых махинациях местных предпринимателей сообщили в региональном департаменте экономических расследований. По данным следствия, бизнесмены брали займы и не платили налоги. По сути, создавали фирмы-однодневки. После банкротили их, переписывая все имущество на баланс аффилированных организаций, причем по заниженной стоимости. В итоге оперативникам удалось раскрыть преступную схему и передать дело в суд. Санкции судьи и организаторы афферы осуждены. Имущество предприятий конфисковано. Схема классическая. В течение трех лет до признания организации ТОЖКИ банкротом вводят имущество на своих аффилированных лиц с целью уклонения от выполнения обязательств. Установлены аффилированные лица, установлено выведенное имущество, возвращено в законный оборот путем ареста. За долгострой Шимкента взялась антикоррупционная служба. В надзорном органе обнародовали информацию обо всех 15 объектах в мегаполисе, которые строили, но не закончили. Среди них стадион, поливной канал, многоквартирные дома и даже система инфраструктуры для индустриальной зоны. Еще инженерные сети в новых микрорайонах. Борцы с коррупцией теперь разбираются, почему долгожданные объекты стали символом бесконечности. Лидером черного списка стала система канализации. Согласно данным департамента, абонентов никак не могут подключить сразу в нескольких микрорайонах. Мониторинг долгостроев проводят совместно с госорганами. Без мешательств деятельности малого и среднего бизнеса осуществляется неоднократный вызов в проблемные объекты с привлечением представителей подрядных организаций и заказчиков. Одним из причин долгостроев в сфере строительства является удорожание объекта, а также судебная тяжба между представителями подрядных организаций, которые не согласны с результатами конкурса по государственному закупку. Нарколабораторию на крыше многоэтажки соорудил житель Уральска. Обнаружили потайное помещение полицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Выяснилось, что к выращиванию конопли мужчина готовился основательно, стены обшил фольгой, пластиковым материалом, провел тепло, освещение, оборудовал вентиляцию. У 40-летнего хозяина самодельной теплицы изъяли 8 садовых горшков с растениями. Он дал признательные показания. За незаконное оккультирование запрещенных растений ему грозит ограничение свободы сроком до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. Сам он пояснил, что через интернет-сайт и телеграм-каналов заказал оборудование, семена, видеоинструкции по выращиванию марихуаны и оборудовал помещение под нарколабораторию у себя на чердаке девятиэтажного дома. В настоящее время начато досудебное расследование по статье 300-й части 1-го Уголовного кодекса Республики Казахстан. В отношении него была избрана мера пресечения подписка о невыезде. Законные права и интересы более 80 предпринимателей защитили сотрудники антикорслужбы Казлардинской области. Действовали они в рамках реализации проекта «Дорога к бизнесу». Известно, что 8 предпринимателей на протяжении нескольких месяцев пытались продлить срок аренды на земельный участок. При этом законных оснований у Акимата для отказа в продлении срока не было. Жалобой на создание административных барьеров со стороны местных исполнительных органов бизнесмены обратились в антикорслужбу. В ходе разбирательства выяснилось, что только в 2022 году Акимата по аналогичным вопросам была отказана еще 7 предпринимателям. После вмешательства нашей службы обращение всех 8 предпринимателей удовлетворено. В отношении должностных лиц местных исполнительных органов нами будет направлено представление о привлечении к ответственности. Первая карта Кустаная найдена в Российском государственном историческом архиве. Составлена она была в 1896 году известным в те времена топографом Белоглазовым. Его работа понадобилась для четкого определения границ города. Документ был признан казахской знатью. Это подтверждают поставленные на карте подписи. Однако царская власть работу Белоглазова не утвердила. Историки предполагают, что произошло это из-за бюрократических проволочек. Топограф отметил направления для железнодорожных путей. Они, к слову, действуют и сейчас. Также указал места, где ЖД-дорога только планировалась. К примеру, до Тургая через Наурзумский район. В карте также прилагается подробное 19-страничное описание. На то время, 1896 год, сколько населения жило в городе. Сколько из них иностранцев, сколько военных, отступных, купцов, дворян, потомственных дворян или новоназначенных представителей. И сколько даже участок земли, сколько саженцев, сколько деревьев. Топограф действительно очень хорошо описал, сделал огромный труд. Солнце, новолуние и скрытый лик луны. В Алматы открылась необычная выставка картин испанского художника Хосе Мариакано. Выполнены они в технике энкаустики. Это искусство выжигания. 19 работ, представленные в Государственном музее искусств, связаны одним названием «Лунное сияние». Главным компонентом, присутствующим в палитрах художника, стал воск. Этот способ живописи был известен еще в Древнем Египте. Восковые краски разогревались, потом наносились на мрамор, либо на другую доску. Затем оплавлялись и вжигались в материал. По этому же принципу работает и Хосе Кану. Ранее его работы выставлялись в Восточной Азии. Я узнал о казахстанском народе, его чувственности, и, исходя из этого, подобрал серию картин «Луны», которая тоже является очень поэтичной и чувственной. Я пробовал разные техники, но остановился на этой, потому что она алхимична, и в момент работы у тебя идет прямой контакт с картиной. Она словно уводит тебя в глубину. Музейные работники Кореи и Казахстана обменялись опытом. Делегация объединения музеев Алматы и Алматинской области побывала в Сеуле. Гости отметили высокий уровень цифровизации и разнообразие экспозиции. В корейской столице есть даже музей, посвященный сеульскому ручью Чхонгечон. Этот объект финансируется из городского бюджета. Экспонаты можно посмотреть бесплатно. Между сеульскими и алматинскими коллегами подписан меморандум о сотрудничестве. В рамках соглашения в следующем году Музей истории Сеула проведет выставку в Алматы. И также опыт сеульских специалистов используют при возведении новых культурных объектов в городе Кунаеве. Пока в планах есть у нас три объекта культуры. Это Властной и Краевический музей Кунаева, это Караван Сара-Щингель-Де, а также Кунаев-Центр. Мы планируем, что в будущем это посещение Кореи поможет нам в реализации поставленных наших целей и реализации строительства. Возможно, будут также инвестиции со стороны Кореи, мы на это тоже надеемся. Вот поэтому мы сейчас подписываем меморандум. Ровно сто лет назад произошло археологическое открытие века. Археологи обнаружили грабницу фараона Тутанхамона. Ее уникальность в том, что это единственная усыпальница, не тронутая грабителями. Сенсационную находку в ходе раскопок совершили Говард Картер и Джордж Карн Нарван в долине царей. В саркофаге археологи нашли прекрасно сохранившуюся мумию правителя страны пирамид, золотую маску, более 5000 ценных предметов. Открытие захоронения стало одним из крупнейших событий в истории египтологии и мировой археологии. Напомню, Тутанхамон взошел на престол в возрасте 9 лет, не достигнув и 20 лет фараон умер. Из-за загруженности трафика утром лучше планировать свой маршрут заранее. Завершение ситуации на дорогах столицы в нашей постоянной рубрике. Данные вы можете наблюдать в режиме онлайн. Будьте в курсе самых последних событий вместе с нашим каналом. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»